Всем привет! Давненько не было видосиков, но я подумал, что есть таки о чем записать. Ну, давайте объясню, что же будем сегодня мы делать. Есть у меня вот на табуретке, да, к сожалению, места нету. Ну, ладно, на табуреточке лежит парочка девайсов. Ну, эти девайсы нам понадобятся для вот этого компа, собственно говоря. Старый комп, тут даже нету SATA, то есть тут только и DE. Ну, в общем, я думаю, этого достаточно сказать. Этот комп очень старый, Pentium 4. Ну, я думаю, этого достаточно. Тут даже видеокарты нет. Ну, она встроенная, но это жутко плохая карта. Ну, ладно. Теперь давайте я вам объясню, что мы будем делать. На столе у меня лежит SATA, жесткий диск, и SATA же привод. Привод, причем, довольно крутой. Asus. И два диска. Ну, еще вот эта вот платка. Собственно говоря, сегодня мы будем подключать этот дисковод к компьютеру через вот эту платку. И жесткий диск будем подключать. А потом, собственно говоря, установим на этот компьютер Windows 98. Да, я понимаю, здесь уже стоит XP-шка. Но я подумал, этот компьютер, ну, плохо тянет XP, откровенно. Намного лучше будет поставить туда 98. Но терять XP я не хочу. То есть, там уже установлены XP, все отлично, все работает. Я долго мучился, собственно говоря, с установкой всех этих программ, чтобы все нормально работало. Того же браузера мне пришлось искать нормальный. То есть, ни Opera, ни Chrome, понятное дело, не подошли. Лагало жутко. Поэтому, собственно говоря, поставим 98. Посмотрим, как она будет работать. И также поиграем, может быть, в какие-нибудь старые игры. Вспомним, как говорится, детство. Потому что был у меня старый комп, еще более старый. Но сейчас его уже нет, к сожалению. А был суперкомпьютер. Там даже Pentium 3 был. И там была 98. Ну, ладно. Собственно говоря, я вам много чего покажу в этом видосе. Так что, приготовьтесь, будет интересно. Может быть, вам что-то из этого потребуется. Ну что, приступим. Ну что, первым делом мы будем устанавливать SATA дисково. Это сделать нетрудно. Просто посмотрите, где у вас находятся IDE, в общем-то, разъемы. Вот, как видите, один у меня подключен, это жесткий диск. Второй у меня спустует. По сути, здесь стоял вот этот шлейф. Он у нас от дисковода. Вот. Ну, его тут вообще не видно, конечно, он черный полностью. Поэтому, ладно. Короче, к дисководу идет. Я его отключил, поскольку у нас будет другой дисковод. Ну, и подключаем мы, значит, вот в это вот, видите, вот это черное гнездо, туда мы будем подключать. Сейчас я попробую подключить это одной рукой. Ну, ладно. Сразу скажу, на этой плате у нас два разъема SATA, но тут все написано подробно, где что подключать. Если вдруг у вас не сразу не запустится, просто подключите в другое гнездо SATA, и будет у вас все нормально. Так что, дальше смотрим еще на сам IDE коннектор. Ну, тут его не видно совсем, что фокусировка сбилась, к хренам. Ну, как видите, здесь есть такой вот штырек сверху, видите, посередине. Такой небольшой. Ну, будем считать, что вот с одной стороны все ровненько, а с другой стороны есть штырек. Вот здесь вот он, вот, выпирает. Смотрим туда, на плату. Блин, не видно ни хрена. Вот так вот, пускай уже будет. Вот. И тут есть отверстие. Оно у меня, вот, я был купчать вот эту сторону. Ну, смотрим, короче. Вот так вот берем. Ладно, вы все равно не увидите. Я вот все так подключаю, что вы хрен что увидите. По-любому. Потому что сейчас все упадет. Ну, грубо говоря, подключи. Сейчас. Я не могу вам это показать. Нужно две руки. Нужно воткнуть до конца. Где-то вот так вот. Ну, все. Я, грубо говоря, подключил. Все подключено здесь. Так. Все подключено. Вот такой у нас будет результат. Ну, вы там, собственно, поняли. Так, подождите секундочку. А, нет. Не, я не так подключил. Тут надо очень осторожно. Потому что, понимаете, в чем проблема. И да и это вам не сато. Здесь можно подключить криво. Как я так сказал, супер криво. И все будет жестко. Можете даже штырьки погнуть. Ну, я вот, блин, не могу вам этого показать. Очень сожалею. Тут, потому что нужно подключить точно все штырьки. Все 40 штырьков. Это очень сложная задача. Ну, вот вроде я попал. Сейчас доткну. Немножечко. Из-за я вообще вытаскал. У меня уже все было подключено. Но вам показать хотелось. Но, как видите, показать я все равно ничего не сумел. Ну, ладно. Все подключил. В этот раз все точно отлично держится. Вот, как видите. Платка. В гнезде. Все отлично. Теперь, после того, как мы подключили это все, нам бы понадобилось больше места. Я вам скажу. Чтобы поставить сюда сам привод. Ибо на табуретке все это изначально не задумывалось. Это просто, чтобы вам было легче показать. Поэтому, сейчас я немножко передвину и продолжим. Извините, кстати. Забыл вам показать. Еще понадобится вот это. Но вентилятор вам не понадобится. Он у меня как удлинитель служит. Вам понадобится вот такой кабель. Такой. Здесь у нас подключается по Молексу. А на выходе идет SATA питание и Молекс. Вот такой кабель вам понадобится. А это просто, как видите, небольшой удлинитель. Ну, плюс будет освещение хоть какое-то. Весело. Он там с четырьмя светодиодами. Китайский такой. Ну, короче, вот. Ну, теперь пора вставлять дисковод. Наверное, уже хватит медлить. Поехали. Ну, что же. По сути, нам нужно найти сначала Молекс. Свободный. У меня есть такой Молекс. Но он в очень удобном месте. Вот он. Вот этот вот. Берем, короче, нашу всю эту хрень. Потому что это по-другому никак не назовешь. С этим вентилятором. И подключаем. Так. Как оно? Так идет. Нет. Вот так. Ну, короче, подключаем свободный Молекс. Наверное, опять не смогу вам показать. Ибо тут нужна сила. Хоть какая-то, но нужна. Плюс штырьки в Молексе хреновые. Что-то китайцы все придумали. Короче, наверное, опять не покажу. Но вы поняли суть. А нет, смотрите, вроде вошло. Сейчас, короче. Немножко посильнее подключу. Так вот. Все. Вот так вот оно будет выглядеть. Подключен встанет. Теперь. Ставим вентилятор как вам угодно. Если он у вас есть. Дальше идет следующее. Немножко загнем пониже. Теперь нужно запитать плату. От платы шел вот такой вот провод. С двумя штырьками всего. Его мы подключим в свободное гнездо Молекс. Опять же. Но у нас есть уже. Все как обычно. Подключаем вот сюда. Наверное, сейчас не той стороной. А нет. Так, ну опять же, все это одной рукой делать. Жутко невозможно. Извините-ка. Сейчас. Был бы у меня ассистент. К сожалению. Блин, это еще сложнее. Смотри, какие-то гнутые. Ну вот, все. Питание, как видите, подключено. Теперь осталось только подключить сам SATA. Дисковод. Подключено. Наш привод готов работать на совесть. Теперь можно, собственно, перейти ко второй стадии. К клонированию образа жесткого диска, который здесь уже стоит, на вот тот вот жесткий диск. Ну вот тот. Вот этот жесткий диск. Здесь 100 гигабайт нам вполне хватит. Ну что же. Предлагаю попытаться это сделать. Вдруг не получится. Ну ладно. Все так круто засветилось. Заебись, конечно. Ну что, жмем F10 заранее. Я думаю, стоит это сделать. Все там все круто, короче. Зайдем-ка мы, пожалуй, в стандарт CMOS Setup. И посмотрим. Ну, во-первых, видим мы сразу наш ATAPI с ADROM. Хотя он DVD-ROM, но это не имеет никакого значения. И hard disk. Hard disk это IDE-шный. По-настоящему. Все работает с остальными девайсами. Ладно, разберем. Теперь будет девайс. Давайте зайдем. Здесь у нас стоит CD-DVD. Все правильно. Ну, вот так и оставим. Теперь надо осталось только загрузить диск в дисковод. Давайте сделаем это. Так. Берем наш диск. Программа называется Clonezilla, если что. Бесплатная абсолютно. Все мы поставили. Как видите, все читается. Уже видно. Ну, ладно. Теперь мы, наверное, перейдем в Reboot. Ну, а если вы честно, просто нажмем на кнопку питания. Какая что-то разница. Вот эти звуки, конечно. Ну, ладно. Запускаем еще раз. Загрузка пошла. Можете мне поверить, я уже слышу. Хотя... Хотя... Нет, что-то не так. Windows XP. Интересно. А что же он не хочет грузиться с дисковода? Хм. Очень интересно. Очень интересно. Интересно. Да. Наверное, не получится установить. Ну, точнее, запустить эту программу с нашего решения. Ибо XP загружается. Ну, ладно. Сейчас я тогда все переподключу. Ибо дисковод у нас есть. Который работает. И установим, так уж и быть, с него. Я вернулся. Сейчас проверим. Да, все работает. Нормально. Ставим диск. Ставим. Задвигаем. И делаем наш любимый ребут. Позавна проверим, кстати, что там грузится с чего. Буддевай с приорити. Да, все правильно. Выходим. Да пофиг. Просто выключаем. И снова включаем. И теперь должна загрузиться наша программа Клоун Зилла. Ну что, вроде все, как видим, все начинается. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Опа. И все. Кстати, если что, мы прокручиваем этот списочек. И, опа. Русский. Есть русский. Все просто отлично. Любой разберется. Ну что, нажимаем русский. Можно запустить Клоун Зилла. Запускаем, конечно же. Теперь. В этот раз я буду работать немножко по-другому. Мне не надо клонировать девайс-девайс. Я буду делать девайс-имидж. Потому что мне этот жесткий диск еще и так уже нужен. Там уже хранятся данные. Вот этот, который саташный. Ну вот этот, короче, диск. А вот он мне еще потребуется. Поэтому я не буду девайс-девайс в этот раз. Как я это обычно делал. Поэтому девайс-нимидж, конечно же, будем вставить. Использовать локальное устройство. САЖ-сервер, САМБА-сервер, ФС-сервер. Много функций. Но мы будем использовать локальное устройство, конечно же. Что такое? Если вы хотите использовать USB-устройство в качестве хранилища, пожалуйста, вставить USB-устройство в компьютер сейчас. Подождите 5 секунд. Нажмите клавишу Enter, чтобы S смогла обнаружить USB-устройство. Я вообще-то его сразу подключил, если что. Так что нажимаем Enter. Смотрим. У нас есть SDA и SDB. СДБ нам как раз будет как место, куда мы будем, в общем-то, перекидывать образ. Поэтому, ну я не знаю, написано Ctrl-C сделать. Так и сделаем. Finding Partitions. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Попробуем с этого же дисковода установить 98 винду Сейчас я возьму диск У меня давно он уже записан Это уже в этот раз обычная CDR Там даже ключик есть Но конечно я вам показывать не буду Ибо пиратство, пиратство Хотя это 98, но все равно Ладно, ставим диск И включаем Ну что, boot from CD-ROM Поехали Старая добрая 98 Старт компьютер Не, просто 98, нам больше ничего не потребуется Вот у нас все грузится PCI-BAS, SCAN Все такое Все крутое, как видим Довольно таки все Весело И установка Windows 98 Как говорится О, вот это смайлик, смотрите Опа А тут смайлик Хе-хе-хе Весело Ну что, погнали А гову на хромный режим Войдем Такая функция есть Ладно, шучу-шучу Поехали Продолжаем Ну, тут Удалять файлы Потому что я только что склонировал Все Я уж надеюсь, все работает Удалим файл Удалить разделы Подготовить жесткий Ну, давайте Ага Y Нажмем Y Да, включим поддержку Ибо у нас 30-ник Поэтому нам понадобятся Эти лишние гигабайты Ибо 512 мегабайт Ну, это уж совсем жестко Это не хватит Погнали Сейчас ком будет перезагружен Ставь загруженный Windows 98 дисковод А А у меня нет дисковода А Он не подключен Посмотрим, что будет Мне интересно Что же он сделает Что же он, блин, сделает Мне просто интересно Просто жутко интересно Что он сейчас будет сделать Не понимаю Boot from CD-ROM Понятное дело Да Что же он будет делать Блин, у меня руки трясутся, конечно Жестко Вы, наверное, даже ничего не видите Сейчас Потому что все летит Но Вроде все пока в порядке MCCDX О! Форматирование Видимо, это будет долго, ребята Значит, я С вами встречусь Когда это все закончится У меня, короче Винда что-то не ставится Я там сейчас в биосе покопался Что-то подключал Что может здесь не заработать Сейчас попробуем Так вот запуститься Потому что Вы сейчас увидите все Своими глазами В этот раз я Постараюсь не затупить Не нажать кнопку остановки Случайно Ну что Нажимаем Enter И после этого У нас происходит вот это И все И никакой картинки Мы не видим Примерно вот это и происходит Собственно говоря Все очень печально Очень печально Так что Выключаем еще раз Включаем И последний раз я пробую Если 98-я не Захочет включаться То Извините меня Жмем F5 У нас получается вот это Вот Жмем Enter Но Нет К сожалению Ничего не грузится Поэтому никакой Windows 98 Мы устанавливать Не будем Очень жалко Правда Но К сожалению Я не думаю Что стоит Морочиться С этим геморроем Все таки Хотя изначально Было все Ради этого сделано Но Зато Клоун Зил еще раз Ю за нем Так что Сейчас я ее вставлю Будем Восстанавливать Образ Я вернулся В Клоун Зилу И сейчас Мы будем В общем-то Так Сейчас мы будем Использовать Ну я думаю Все и так Запустится Сейчас узнаем Что будет Ctrl-C Сейчас Пытаемся Восстановиться Возьмем этот Пытаемся Пытаемся Восстанавливать Возьмем этот Сделаем вот это Restore Disk Да, у нас есть один образ И сюда Нет, проверять не будем То, как и раньше мы делали Сейчас запустится процесс Да, все в порядке Да, 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 все верно Ну все, сейчас начнется тот же самый процесс Что и раньше, только в обратном порядке Опять же, показывать его я вам не буду Это абсолютно не обязательно Но посмотрим, какая скорость Там было 500 мегабайт в минуту примерно Здесь скорость даже и побольше покажется Но она падает Но это нормально Пока все нормально Ну ладно Встретимся с вами, когда все будет готово Вроде все Все successful Все успешно Скоро нам дадут загрузиться в XP Я по крайней мере надеюсь Нам скоро дадут это сделать Ну все как обычно, короче Все закончилось Power Off Ctrl C Чтоб побыстрее Хотя Подожди-ка Блин, что я сделал Я что-то не то сделал Ну надеюсь, шатдаун здесь поможет Блин Супер Да и хрен с ним, как говорится Блин Я просто нажму на питание Оно само выключится, да? Да Все-таки Все достаточно просто На этот раз нам клон Зила больше Точно не понадобится Я уж надеюсь Закрываем дисковод Хотя Дисковод я закрываю Ну ладно Нам он больше не потребуется И Нажимаем Enter Все Отлично Ну я пока Не буду проверять Работает ли XP или нет Сейчас я по-быстренькому Поставлю новый привод Отключу этот старый привод И включу уже тогда Так что сейчас я быстренько все сделаю Ну поэтому да С Молексом не шутить Никогда Ни При каких обстоятельствах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok